Добрый день уважаемые телезрители канала магазина спутникового оборудования Satmarket.com.ua. В этом видео мы представим вам оригинальную мультимедийную приставки компании Openbox модели A5 Mini. В данном видео мы покажем вам ее функциональные способности, процедуру настройки и прошивки Openbox A5 Mini. Также мы продемонстрируем работу с мультимедийными приложениями, списками IPTV, оригинальным приложением MyTV Online и покажем работу YouTube. Итак приступим. Подключаем мультимедийную приставку Openbox A5 Mini к телевизору, включаем питание и проходим первые шаги настройки. Также стоит отметить, что приставка должна быть подключена к сети интернет. Во время первого включения выбираем нужный нам язык, выбираем тип настройки сети, получаем сетевой адрес, производим корректировку углов экрана. Далее выбираем свой регион и ждем пока мультимедийная приставка обновится через сеть интернет. При каждом включении Openbox A5 Mini самостоятельно заходит на сервер Openbox и производит обновление программного обеспечения, если оно устарело на самой приставке. Это позволяет мультимедийной приставке Openbox всегда иметь актуальное программное обеспечение. Процедура обновления в зависимости от объема занимает около двух минут. Во время обновления программного обеспечения запрещается включать-выключать приставку, коммутировать любые провода. Это может привести к выходу мультимедийной приставки из строя. После обновления программного обеспечения Openbox A5 Mini включается стандартный экран, на котором расположены ярлыки. Данная оболочка является уникальной и разработана с Openbox. Первым, что следует сделать, нужно зайти в зеленый ярлычок Market. В данном маркете находятся самые необходимые приложения, которые расположены на сервере Openbox. Это позволяет, не подключая Google Play, установить самые необходимые приложения. Итак, установим некоторые из нужных нам приложений. Первым будет MX Player, программа для удаления ненужных нам программ. Программа измерения скорости интернета. Обновленный модуль YouTube. Также установим IPTV приложение FreeTV Pro. Для бесплатного просмотра фильмов, сериалов и другого мультимедийного контента установим программу HD VideoBox. Итак, когда первый круг необходимых программ установлен, производим корректировку ярлыков рабочего стола. Для этого нужные ярлыки мы будем устанавливать, ненужные удалять. Корректировка производится с зажатием кнопки ОК. Перейдем в пункт приложения и посмотрим все установленные приложения на данном устройстве. Как видим, приложений немного, но они самые необходимые. Всем пользователям Google рекомендуется установить подписку Google Play. Она абсолютно бесплатна и в Google Play можно будет закачать все остальные интересующие вас приложения. Также перейдем в настройки и посмотрим, что все вкладки активны. Итак, самые необходимые ярлыки на рабочем столе готовы. Приступаем к тестированию фирменного приложения MyTV Online. Данное приложение является уникальным и на другом Android-устройстве установить его невозможно. Данное приложение присутствует только в продуктах OpenBox. Запускаем MyTV Online и вводим свои персональные данные. Чтобы всем стало понятно, вводятся в данном окне данные сталкер-портала. Что такое сталкер-портал, вы сможете посмотреть в интернете отдельно. Также стоит отметить, что существуют бесплатные сталкер-порталы на просторах интернета и платные. Итак, вводим свои учетные данные тестового сталкер-портала. После авторизации происходит загрузка в сталкер-портал. Проверяем его работу. Как видим, по ходу работы мультимедийная приставка может запрашивать докачку определенных кодеков и фильтров. Соглашаемся. Как видим, сталкер-портал работает быстро и четко. Меню очень красивое. Присутствует телегид по программам. Переключение каналов происходит очень быстро. Картинка появляется мгновенно. Как можно подытожить, работа Openbox A5 mini со сталкер-порталом происходит ровно на 5 баллов. Высшая оценка. Но что же делать, если у нас нет сталкер-портала? Для этого в Openbox специально портирована FreeTV Pro. Это также уникальная программка, которая присутствует во всех продуктах Openbox. Данная программа позволяет закачивать URL-ссылку со списками каналов в формате M3U. Либо же использовать локальный список, который можно загрузить при помощи USB флеш-накопителя. Берем USB флеш-накопитель. Копируем туда файл M3U. И подключаем USB флеш-накопитель к нашей приставке Openbox. Загружаем программу и выбираем наш список. Даем ему название. И он локально сохраняется в приставке. Запускаем и проверяем. В нашем списке всего 4 канала. 3 HD и 1 HD. Сделано это специально для того, чтобы проверить скорость переключения между тяжелыми HD-каналами. Как видим, работа программы FreeTV Pro с списками каналов в формате M3U также отличная. Ставим оценку 5 баллов. Переключение мгновенное. Каналы включаются сразу. Нет задержек, нет переходов, нет зависаний. Теперь переходим к тестированию программы HD Video Box. При первом включении программа просит обновления. Обновляем. Запускаем обновленную программу заново. Выбираем первый попавшийся видео файл. Как видим, уникальность данного приложения заключается в том, что данное приложение производит поиск видеоконтента на разных ресурсах. Это позволяет иметь варианты доступа с различным качеством проигрываемого контента. Запускаем файл. Проверяем работу перемотки. Субтитры создавал DimaTorzok Как видим, файлы воспроизводятся отлично. Перемотка работает просто идеально. Переключение быстрое и без затормаживаний. Переходим к проверке приложения YouTube. Как видим, в приложении YouTube меню очень обширное, выполнено красиво и в отличном качестве. Запускаем первый попавшийся файл. Проверяем работу перемотки. Перемотка работает. Все быстро и красиво. Перемотка работает. Перемотка работает. Также стоит обратить внимание, что в меню присутствует возможность подписки на свои любимые каналы. Стоит отметить, что во многих приложениях и плагинах YouTube данная функция отсутствует. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Ставьте лайки. Всего вам доброго.